Здравствуйте! Я психотерапевт Александр Дадилин, практикующий психотерапевт. И этот цикл кратких роликов «Как жить?» Наверное, нет более частого вопроса, который мне задают, чем вопрос «Что такое любовь?» и «Чем она отличается от секса?» И кажется, что любовь у каждого своя, и каждый понимает ее по-своему. Но на самом деле нужно всегда с чего-то начинать. Нужно учиться отличать любовь от нелюбви. Я всегда пытался объяснить, что секс – это метафора любви. Почему именно в этом направлении? Ну, потому что секс проще. Секс – это взаимопроникновение двух тел. А любовь – это взаимопроникновение двух душ. В нормальном, в нормальных гетеросексуальных отношениях в сексе нет главного. Если один из партнеров не получает удовольствия и не испытывает взаимного желания, второй, какого бы пола он ни был, тоже теряет очень много. В наших взаимоотношениях двух душ очень важно понять, что это взаимоотношения равных начал, а все остальное просто не является любовью. Два человека стремятся навстречу друг другу, проникая друг в друга душами. Вот что такое любовь. Моя душа приобретает частички твоей, твоя – моей. С годами нас трудно отделить друг от друга. Мы становимся похожи, если не внешне, то внутренне. Вместо двух отдельных людей появляется замок. Некоторое «мы». Удивительная штука. Это «мы», однажды родившись на свет, по всей видимости, не умирает. Так, по крайней мере, это чувствую я. Но что очень важно понять в отношениях человеческой любви, так это то, что это отношения двух равных. Как только кто-то из нас становится главным, а второй – его обслуживающим персоналом, это уже не любовь. Это отношения не любви, а власти. Внутренне, не надо их путать, потому что есть очень много партнеров, которые стремятся к преодолению собственного комплекса неполноценности, доказывая свою власть другому. Доказывая, простите, свою власть над другим. Я хочу, чтобы вы поняли и определили для себя, что это не любовь. Меня очень часто спрашивают, а как же неразделенная любовь? Это разве не любовь? Это любовь. Но только эта любовь чаще всего оказывается любовью к самому себе. Если партнер вместе с нами не делает усилий для того, чтобы проникнуть в нашу душу, не заинтересован в этом самом мы, в сосуществовании душ, то он не партнер, а наша фантазия, выдумка. Фрейд сказал бы, это наша проекция. Юнг казал бы, что это анима, часть содержания души мужчины, которую он проецирует вовне, приписывая эти свойства реальной женщине. Любил ли Данте свою Беатричу? Конечно, нет. Он ее видел-то два раза в жизни, и все те божественные свойства, которые он описал, это его свойства, это свойства женского образа в его душе. Мы очень часто это путаем, и с точностью, да наоборот, точно так же и женщины проецируют, приписывая, правда, мужчинам свойства, которых у них на самом деле нет. Что с этим совсем делать? Это будет, наверное, темой отдельного ролика, но в первую очередь нужно осознать, сесть и написать те свойства человека, которые мы ему приписали, те ожидания нашей от партнера, которые мы увидели в другом человеке. Просто прописывая этот список, очень легко понять, что на самом деле живой человек не может обладать столь возвышенными свойствами. Поскольку он такой же, как мы, у него есть возвышенные, низменные, он хочет денег и простой жизни, он стремится жить поспокойнее и получить побольше всяких разных удовольствий, пока он еще молодой. мы удаляем свои отрицательные стороны из образа партнера и страдаем из-за этого. И это не любовь, это наши мечты или любовь по отношению к нашим мечтам о любовь к партнеру это взаимопроникновение. Учитесь это различать. Удачи! Удачи!